Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Кирилл Политов, здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Водителю транспортного средства может грозить и уголовная ответственность. Одна из пострадавших в Барнаульской аварии с автобусом по-прежнему находится в больнице. Утечка мяка на предприятии Алтай-Холод. Как справляются ситуации спасателей, расскажем через несколько минут. Добро пожаловать в средней школе Верхжилина. Пострадавшие от пожара начались занятия. Итак, одна из пострадавших в аварии, которая случилась в Барнауле накануне, по-прежнему находится на лечении в Краевой клинической больнице скорой помощи. Вчера туда были доставлены 8 человек. Всем была оказана помощь. В настоящее время в горбольнице номер 1 находится один пациент госпитализирован с легкой черепно-мозговой травмой. Вот из этих 8, которые поступили, это были двое мужчин и шестеро женщин. Все они с легкими травмами. Напомним, пассажирский автобус Hyundai County протаранил опору моста на проспекте строителей. В салоне автобуса находилось 11 человек. До столкновения транспортное средство двигалось по средней полосе со стороны Павловского тракта. По словам водителя экспресса, грузовой автомобиль начал перестроение и подрезал его. Водитель просто не успел вовремя среагировать на маневр. Что ли у грузовой машины кто-то справа оказался или так, что она осталась в мою поводу. Я сразу вызвал скорую, медицинскую помощь всем, позвонил всем, сообщил. Настоящая причина аварии предстоит определить экспертам. Они будут опрашивать свидетелей, изучать материалы с камер видеорегистраторов. И только после этого водителю маршрутного автобуса вынесут наказание. Ему может грозить и уголовная ответственность. Продолжим. Сразу несколько новых руководителей приступят к работе в администрации губернатора и правительства региона с начала новой недели. Документы о назначениях накануне подписал Виктор Томенко. Среди них есть как новые лица, так и те, кто работал ранее. Представителем главы края в законодательном собрании назначена Стелла Штань. У нее богатый опыт работы в органах власти. Стелла Штань избиралась депутатом Барнаульского городского совета и городской думы, работала заведующей юридическим отделом администрации Барнаула, была заместителем главы администрации краевой столицы. В 2008 и 2011 годах избиралась депутатом краевого законодательного собрания, работала председателем и заместителем председателя комитета по местному самоуправлению. Начальником департамента по информационной политике и пресс-секретарем губернатора назначен Дмитрий Негреев. Бывший руководитель Андрей Липунов перейдет на новую работу. Он уволился по собственному желанию. В официальном комментарии Андрей Липунов подчеркнул. Губернатор взял курс на обновление. Естественно, и человек, который озвучивает публичную позицию губернатора и правительства, должен быть новым. Я благодарен журналистам за совместную работу. Надеюсь на дальнейшее такое же плодотворное сотрудничество. Большая часть профессиональной карьеры Дмитрия Негреева связана с журналистикой. Ему 56 лет. Историк по образованию. В начале 90-х работал в пресс-службе краевой администрации. Позднее занимал должность главы отдела политики, шеф-редактора газеты «Свободный курс», заместителя генерального директора издательского дома «Алтопресс». С 2006 года занимал должность главного редактора «Политсибру», а последние два года главреда «Сибирской медиагруппы». Начальником департамента правительства края по вопросам госслужбы и кадров назначен госсоветник Игорь Гниденко. Ранее он, как и другие вновь назначенные руководители, уже работал в администрации губернатора и правительства. В их числе Олег Гусев, который занял должность руководителя секретариата губернатора. Владимир Поморцев, руководитель департамента по документационному обеспечению. И Владимир Тарасов, начальник департамента по обеспечению региональной безопасности. Евгения Даровская, Наши новости. И буквально час назад стало известно об уходе еще одного высокопоставленного чиновника. Заявление об увольнении по собственному желанию написал вице-премьер правительства края Андрей Щукин. К другим темам. Долгожданное возвращение. В средней школе Верхжилина Косихинского района начались занятия. В конце августа образовательное учреждение серьезно пострадало от пожара. Огонь уничтожил кабинеты, стены, потолок. Сразу после ЧП Виктор Томенко взял ситуацию под личный контроль. На восстановление направили около 10 миллионов рублей из бюджета края. Строители работали в усиленном режиме. Спустя месяц здание отремонтировали, но работы еще достаточно. Предстоит доделать столовую и привести в порядок фасад здания. Но вот между тем комиссия школу приняла 40 счастливых ребятишек, вынужденных ежедневно преодолевать 20 километров до Косихинской школы. Вернулись в родные стены и теперь буквально в один голос твердят. В гостях хорошо, а дома, ну конечно же, лучше. В честь долгожданного возвращения детям устроили незабываемый праздник при содействии благотворительного фонда депутата Госдумы Александра Прокопьева. Подробнее об эмоциях школьников и педагогов и о том, как восстановили школу в рекордно короткий срок, расскажем в ближайших выпусках. Не пропустите. Уже в январе без телевидения могут остаться жители 248 сел края. Это связано с переходом Алтая с аналогового вещания на цифровое, которое не сможет покрыть всю территорию региона. Правда, власти разработали льготные условия подключения к новому оборудованию, которое сделает доступным современный телесигнал. Совещание на эту тему провели сегодня в самом большом районе края Тольменском. Только вторая. Россия один. Один канал. Весь улов вот такой антенны. Такой выход в мир Виктор Толстых держит для себя. Телевизор смотрит лишь перед сном. Для внуков оборудовал другой телевизор с приставкой. Говорит, им 10 каналов достаточно. Об отключении привычного ТВ мужчина не слышал, но признал, что при необходимости потратился бы. С января 2019 года в России отменят федеральные дотации для аналогового вещания в пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек. На Алтае это все, кроме Барнаула, Бийска и Рубцовска. Остальных ждет цифра. Правда, этот сигнал не смогут поймать в 40 муниципалитетах. Конкретно в Тольменском районе в зоне риска 12 сел. Сегодня его жителям объясняют, как плавно вступить в новую цифровую эру. Так, власти заключили соглашение с федеральным оператором. По нему жители смогут приобрести спутниковые приставки по низким ценам. Дополнительные льготы сейчас готовят в правительстве края. Могу предположить, что в начале следующего года этот вопрос будет решен. И жителям края, которые приобрели данный комплект, будут возмещаться расходы именно в части приобретения так называемого вот этого комплекта железа. Это ждет и тех, кто уже ловит цифровой сигнал, но с помощью обычной антенны, так называемой паутинки. По словам представителей российской телерадиовещательной сети, им тоже предстоит перейти на специальное оборудование. Большинство домохозяйств на сегодняшний момент принимают эфирное телевидение на паутинке, которое сегодня не позволяет качественно осуществить прием эфирного телевидения. К концу января на Алтае, как и по всей стране, отключат аналоговое вещание. Сейчас власти края ведут переговоры, чтобы сохранить выпуски региональных телеканалов, вошедших в мультиплекс. Кстати, второй комплект бесплатных телеканалов запустят до конца этого года. В планах чиновников перевести на цифру 97% зрителей края. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости. Жизнь ценой в 50 тысяч рублей. 16-летний подросток признан виновным в убийстве сотрудницы почты в Смоленском районе. Заседание суда прошло сегодня. Доказано, что 17 января в селе Смоленское почтальон разносила пенсию. Подросток знал, что в ее сумке деньги. Он вооружился палкой и ножом дождался, когда жертва выйдет из дома и напал на нее. От множественных ударов 54-летняя женщина скончалась на месте. Парень забросал тело снегом и забрал сумку с деньгами. В ней было чуть больше 50 тысяч рублей. Вина обвиняемого доказана. Также выяснилось, что этот же парень в октябре украл у местной жительницы мопед. На одном из предприятий Барнаула сегодня произошел взрыв и утечка аммиака в воздух. Это легенда учения МЧС. Спасатели сегодня ликвидировали условную аварию в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. За происходящим наблюдала наш корреспондент Ирина Корчагина. На фабрике мороженого утечка и не шоколадной глазури или растительного жира, а аммиака. Взрыв на предприятии, выброс опасных веществ в воздух. Под завалами находятся пострадавшие. К счастью, это лишь легенда учения МЧС, ГИБДД, Роспотребнадзора, медицинских служб и других ведомств. Мы находимся на самой огнеопасной территории завода. Восле компрессорного цеха произошло возгорание в результате утечки аммиака. В спасательной операции участвует около 200 человек. Такие ситуации не часто происходят в связи с тем, что данное производство. Здесь установлены различные системы автоматизации, но исключать ничего невозможно. И мы работаем всегда по наихудшему сценарию. На месте работают службы экологической безопасности. Сотрудники измеряют степень заражения воздуха газоанализатором. Пожарные устраняют огонь на производстве. МЧС приступает к поиску пострадавших. Спанель Бельтир здесь работает за кусочек сосиски. Хотя вообще собак не допускают техногенным катастрофам. Это опасно для их жизни. На счету у Бельтира около 30 операций в горах и в лесу. Самое важное – поиск пропавшего при сходе лавины спасателя МЧС. Он нашел одно из вещей по этой вещи, сориентировались и нашли уже конкретно человека. Ну, конечно, мертвого. Как раз у этого человека была мама этого нашего пса Бельтира. За один час спасателям удалось ликвидировать аварию. По сценарию ЧС край жил три дня. В тренировке по гражданской обороне участвовало более 12 тысяч человек. Из них 3 тысячи – сотрудники МЧС. Сегодня вечером в Главном управлении МЧС по краю озвучат итоги и проведут разбор полетов накануне Всероссийского дня гражданской обороны. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости. Найденные на площади Свободы человеческие останки переданы в Краевический музей. Как сохранить прошлое Барнаула для его потомков, историки, архитекторы и представители краевой власти впервые совместно обсудили эту тему за круглым столом в сибирской медиагруппе. Подробности знает Илья Кочетков. Площадь Свободы – то, что можно без преувеличения назвать сердцем старого Барнаула. Здесь был первый храм, первое городское кладбище в этой земле. До сих пор, возможно, покоится прах самого Ползунова. Между тем, краеведы говорят, для большинства барнаульцев ценность этого места совершенно не очевидна. Так вот, о площади Свободы, точнее о том, что сейчас происходит рядом с ней, на улице Ползунова. В конце августа историки и архитекторы забили тревогу. Просили завершить ремонтные работы, которые здесь веледорожники. Ведь они могли повредить старинное захоронение. И это не единственный случай, когда при строительстве в разных частях Барнаула извлекали человеческие кости. При этом сами строительные работы продолжались. Именно так произошло, когда благоустраивали сквер на пересечении Ленина и улицы Кирова. Все прекрасно знают, что там кладбище. И потом, значит, по факту, когда уже все это, бедные строители ничего не знаю, еще разрывают, начинается такой бум репортерский. Но, по мнению историка, именно благодаря шумихе на улице Ползунова стройку остановили еще до того, как экскаватор добрался до могил. Правда, представители Алтая охранкультуры уверяют, что работы прервали по их инициативе, как только из-под земли показались кости. Мы сейчас рекомендуем проведение дополнительного археологического обследования этой территории. И собственник, то есть заказчик работ, это администрация города, они уже принимают на основании наших рекомендаций соответствующее решение. Но пока у городских властей не будет четкого понимания, как должен выглядеть исторический центр Барнаула, проблему сохранения прошлого для потомков решить не удастся. Таково мнение еще одного участника круглого стола. Мы получили такой ответ, что, в общем, у нас же есть зоны охраны, у нас же есть защитные зоны, у нас есть туристические классы, в конце концов. Но все это, это же понятно, что это все не, за этим не стоит какое-то единое отношение. Найти общий язык между чиновниками и общественниками сейчас главная задача, резюмировали собравшиеся за круглым столом. Пока они находятся по разные стороны баррикад. Что же касается площади Свободы, когда и к какому решению придет мэрия, на данный момент неизвестно. И хотя земляные работы вблизи предполагаемого захоронения не ведутся, не наблюдается здесь и археологов, изучающих культурные слои бывшего кладбища. Илья Кочетков, Николай Шелку, Алексей Фризин. Наши новости. Алтай-баскет продолжает битву за Кубок страны. В течение нескольких дней на домашнем паркете барнольцев проходят игры квалификационного раунда. Единственную путевку в следующую, одну шестнадцатую стадию, разыграют шесть коллективов. Пока дела у команды Бориса Соколовского идут с переменным успехом, в эти минуты проходит встреча с дублерами из Казани. Пока же о перспективах команды. Пошли на рекорд. Алтай-баскет в этом сезоне самая молодая команда лиги. Только представьте, средний возраст – 21,5 год. Пока, как говорят профессионалы, сыгрываются, притираются и ищут свою игру. Отсюда местами неуверенные действия на площадке. Вот и в матче с гостями из Уфы процент брака в передачах, плюс множество потерь сыграли решающую роль. Эти матчи за Кубок страны клуб рассматривает в большей степени как репетицию перед чемпионатом. Команда совсем недавно провела два полноценных сбора. Как позже скажет генеральный директор Павел Туллин, из игроков был выжат максимум, о котором они даже не догадывались. Результаты таких тренировок болельщики смогут увидеть уже в самом сезоне. Именно тогда, по задумке тренерского штаба, Алтай-баскет должен будет выйти на пик физической формы. Возможно, ряды пополнятся новыми игроками, правда, пока это в планах. Здесь, как в футбольном «Динамо», ждут возвращения местных воспитанников. Цели на сезон уже определены. Молодой задорный коллектив постарается не отдать свое в домашних стенах и как можно больше баллов набрать в выездных встречах. Возвращаясь к выступлениям в Кубке, пока у Алтай-баскета в копилке побед-поражений равенства, барнольцы оказались сильнее Тобольского нефтехимика в плюс 6 очков и слабее у Фимца ровно на 18 баллов. Завтра ждет испытание еще одним серьезным соперником, магнитогорским «Динамо», в заключении дублем Красноярского «Енисея». Строительство новой команды продолжается. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Завтра практически на всей территории края ясная и солнечная погода. В Бийске, Заринске, Олейске и Тальминке до 11, 12 выше ноля, 12 в Рубцовске, 14 в Кулунде. В краевой столице ясно и без осадков. Ветер южно-умеренный. Ночью до пяти, днем до десяти тепла. Напоминаю, телефон редакции у нас в Барноле прежней. 722-440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова